Сколько у вас хороших воспоминаний? Действительность хороших. Вы, пожалуйста, мне не завидуйте, у меня работа такая. Я каждый день что-то рою, что-то новое, общаюсь с людьми, откапываю. А средний статистический российский человек, который работает либо на комбинате, либо в какой-нибудь строительной фирме, ну что он видит? Он ждет субботу, воскресенье и там-то что? Те же самые, ну немножко другие, но серые будни. И мы вам предлагаем все-таки чуть-чуть дать себе возможность оторваться. Вместе с миром экстрима, здание которое располагается здесь, на улице Галиулина 1А. Вы все проезжали, но не заезжали, потому что думали, что экстрим это дорого. Отнюдь нет. Можно себе дать заряд хорошего настроения за весьма скромную сумму. Свой последний визит в мир экстрима мы совершили, помнится, в аккурат перед кризисом. Затем, скажем честно, в стране наступил экстрим другого рода. Хотя, если честно, то Россия это, похоже, самая экстремальная страна. И нам вообще показаны такие вещи. Жить с этим как-то не хочется, но придется. Тем более, что война еще не всех идиотов поубивала, и некоторые все-таки покупают автомобили в кредит. Зная, что не все так гладко будет еще пару десятилетий. Автомобиль, по сути, это что такое? То есть вы взяли какое-то количество денег, даже в кредит, заплатили сверх сумму, плюс еще каска. То есть получили две стоимости автомобиля. Через пять лет вот из этого получится только четверть. То есть смысл покупки нового автомобиля. Только если очень необходимо. А так, для меня же нет никакой разницы, на чем человек ездит. Либо он ездит на двухсотке, либо на копейке. Но что начинается потом? Если у человека в гараже, в саду и на даче есть вот такая техника. Начинаешь думать, что он немножко больше, чем простой авторюбитель. Потому что он знает толк. И знает, на чем можно покатиться. К тому же это совсем недорого. К примеру, достаточно мощный агрегат стоит всего 230 тысяч рублей. Не так уж и много. Да, это Китай. Ну и что в этом плохого? Если большинство товаров все-таки у нас в мире продается китайского. Но Китай, Китай рознь. Как вы думаете, сколько может стоить 800-кубовый квадроцикл, на котором можно легко пахать, сеять, да все что угодно делать. Немногим больше, всего на 100 тысяч больше. И при этом это 800 кубов, весь антураж, красота. Ну, а для тех, кто любит Америку, Arctic Cat и любимый мой Polaris. Все есть на любой вкус и кошелек. Ну и о том, что порадовало. Сдулись многие, а мир экстрима охватывает все большее количество тех, кто радуется каждой возможности выехать не в кондиционированном автомобиле и туда, куда проехать не получится ни на чем другом. При этом хозяину и не обязательно быть богатюгой. Достаточно суммы, за которую никакую иномарку в природе не купишь, и даже БУ. Но есть, конечно, и для тех, кто шабу зисвои не растерял. Но в основе заточка как раз на среднего магнитогорца. На магнитогорца с мозгами, который понимает, что для начального обучения на мотоцикле нужна техника не сложнее велосипеда. А ее и делает Минский завод. Ковровцев и Тулу уже в помине нет. А минскачи есть, причем очень даже актуальные, в качестве спортбайков. Вы знаете, мир экстрима для меня превратился в мир воспоминаний. Потому что, заехав сюда, вы, мужики тем, которым 40 лет, вспомните то время, когда мотоцикл Минск, это было счастье. И на Минске обучались все. Самый удобоваримый и клевый мотоцикл. Он здесь есть. Тот самый Минск. 125 кубиков. Новенький абсолютно. 51 290 рублей. Чем меня радует Беларусь? Да тем, что все они сохранили. Понимаете? И приумножили. У меня ребенок играет белорусскими игрушками. И минских мотоциклов здесь хватает. Теперь немного информации для тех, кто покупает себе навороченный мотоцикл. Бога ради, не делайте это. Просто подойдите к этим байкерам. Они вечером проносятся, потому что по темноте, видать, обидно показывать свои уже побитые мотоциклы. Потому что такой мотоцикл, ну, дорогой достаточно, 10-20, может быть, 30 тысяч долларов, необходимо покупать, когда есть навык. Кроме всего прочего, необходимо понимать, что магнитогорское автомобильное движение не способствует спокойному перемещению на мотоцикле. Потому что водители у нас, вот, простреляны. А где можно кататься? На селе. А на селе вам зачем байк за 10 тысяч долларов? Вон, в Минске хватит, там, и увезете. Хотя есть тут весельненькие мотоциклики. Но, что меня порадовало, так вот эта штучка, на которой я сейчас сижу. Дело в том, что у меня с детства небольшая проблемка существует. Чего-то всегда не хватало по жизни. И такая конструкция была опубликована в журнале «Моделист-конструктор». То есть, в точности такая конструкция. Такой мотоцикл. Мотовездеход. Куница. Стоимостью здесь 44 тысячи рублей. Представляете, такие колесики. А я лучше всего умею грибы собирать. Как? На мотоцикле. Еду, смотрю, останавливаюсь. О, то, что надо. Ну, к слову, в следующем году мне исполняется 40 лет. Так что, мир экстрима может сделать очень хороший, мировецкий подарок. Вот этому лысому, толстому и не самому одаренному человеку. Итак, мир экстрима, мир для тех, у кого есть мозги. Кто понимает, что усосанный мотоцикл хуже нового. Кто не ездит пьяным. И даже на том, для управления которого права типа не нужны. Для тех, кто не мыслит жизнь без рыбалки и охоты. И для этого ему снегоход или квадрик дороже 300 тысяч не упирался. Ну и для тех, кто хочет понтануться на действительно дорогой технике. Понимаете, есть такая штука под названием журналистика. Я журналистикой не занимаюсь, потому что новости и все остальное это не для меня. Конечно, по-доброму я завидую господину Познеру. Он единственный, кто остался на телевидении. Всех остальных как-то выкинули. И больше телевидения-то и нет. Поэтому вы меня и смотрите. Конкуренции нет. Но работа на телевидении, вот уже который год, второй десяток лет скоро будет, дала мне возможность прогнозировать ситуацию. Я себе прогнозирую ситуацию, когда я закачиваюсь в окончательную попу. То есть, когда моему ребенку исполнится 11 лет, то есть через 10 лет, мне придется забыть про автомобили окончательно. И я зайду сюда, в мир экстрима. Возьму ему первоначальный агрегат, который стоит недешево. Ну, потому что я своего ребенка люблю. И тогда он мне подарит гораздо больше, чем впечатление от состояния юного старого отцовства. Тогда мы с ним покатаемся и погоняем.